Ребята, добрался я до Empire State Building. Это 86 этаж, здесь всего из 103 возможных. И здесь смотровая площадка, сейчас мы на нее выйдем. Я уже на 80-м был, там были вов, надо тут несколько лифтов, чтобы сюда добраться. Но грубо говоря, вот такой вид здесь открывается. Вот, этажей всего 103, последний смотровой, на который можно подняться 102, но там реально, скажем так, и билеты дорогие, и громаднейшая очередь. Поэтому я выбрал 80-й и вот, в принципе, вот такой вид на Нью-Йорк. Точнее, я выбрал 86-й. Там просто два лифта, сначала ты поднимаешься на 80-й, а потом ты поднимаешься на 86-й. Вот. Вид, конечно, открывается просто сумасшедший. И, скажем так, ребят, даже снимая это, у меня мокрые ладони. Вот. Вот это, собственно, и есть Long Island. Вот там дальше, прямо за заданиями видно, это как раз Central Park виднеется. Вот. И с обратной стороны Empire State Building находится Статуя Свободы и, собственно, сам конец как бы Long Island. Там, слева, Статуя Свободы. Вот тут вот такой потрясающий вид. Сейчас попробую аккуратненько пройтись снять с той стороны. На самом деле, реально стрёмно. Хоть оно все и закрыто и так далее и тому подобное, но когда ты находишься на свежем воздухе на такой высоте, реально мурашки по коже. А ладони реально мокрая. Вот. Вот, собственно, сам конец Long Island. И вот там вот на острове находится Статуя Свободы. Вот. Кстати, в конце там за зданиями виден как раз Golden Gate золотой этот, Бруклинский мост. Вот. Людей здесь, конечно, громадное количество. Вот. Вот я, ребят. Всем привет. Это на крыше Empire State Building. Билет сюда стоит 36 долларов. Я вот здесь стану. Здесь будет о чем. Билет сюда стоит 36 долларов на 86 этаж. И около 50 или 60, что-то же около 60 на 102. Я, говорю, не стал подниматься на 102, потому что разница всего, в принципе. Ну вот я сейчас вам покажу. Вот. Вот это 86 этаж. И вот там на самом верху есть еще одна смотровая площадочка. Вот. Маленькая. И куда ты можешь подняться. Последний, типа, этаж, который существует, это 103. Ну, я не знаю, что там находится. Вот. Так что... Такая фигня. Что вам еще рассказать, ребят? Очереди здесь нереальные. Стоял сюда довольно долго. Минут 30. Еще скажу только то, что проверяют здесь тупо как в аэропорту. А может быть даже и жестче. В плане чулином раздеваешься. Все ремни, все вещи, рюкзак и так далее. Там подобное все показываешь. То есть служба безопасности здесь очень такая специфическая. Прикольно сделан лифт. Когда поднимаешься на лифте... Ну, сейчас давайте походим. Я пока вам рассказываю. Когда поднимаешься на лифте... В лифте наверху все панели, типа... Которые... Ну, типа, как телевизоры. И транслируются тупо как его строили. Потому что, в принципе, лифты здесь, кстати, не такие быстрые, как в Бостоне. Вот у меня были. И... Скажем так, поднимаешься ты, ну, где-то, может быть, минуту. Вот. Поэтому успеваешь посмотреть, типа, лифт. Какую-то краткую серию про то, собственно, как строился МПС-ф.билдинг. Типа, какой вид с него там, типа, был и так далее, и тому подобное. Вот. Не, конечно, впечатляет. Там, по-моему, деловой центр. Ты реально, когда находишься внизу, ты чувствуешься просто маленькой букашкой. Вот. Сейчас придусь, пробую с другой стороны посмотреть. Вот. В самом, на 80-м этаже большая площадка, она застеклена. И ты можешь там остановиться, посмотреть, собственно, всю историю построения МПС-ф.билдинга. Грубо говоря, как его строили. Его построили, по сути, за год. Сколько людей его строило. Там какие-то интересные факты. К сожалению, высоту я вам точно сказать не могу. Точнее я могу, но на футах. 1434 фута. Сколько это в метрах, я без понятия. Нужно смотреть на Википедии. Вот. А вот другая сторона. Нью-Йорка. Вот. Вид, конечно, отсюда. Офигительный. $5, $5, $5. Позвольте, снова $10, $10, $15, $50, $20. Вот. На самом деле, действительно, понимаешь, насколько он граманный. И... То есть, это уже Лонг-Айленд, куда, собственно, вот я планировал добраться до Статуи Свободного. Куба гряпозная идея. Я что-то думал, что он намного ближе. А когда поднялся на сюда, то понял, на самом деле, что он нифига не ближе. И реально до него еще пилить и пилить, потому что я воспользуюсь либо такси, либо закажу, ой, либо метро. Вот еще не решил. Хотелось бы посмотреть, конечно, на статус свободы, но времени у меня тоже довольно немного людей, просто громадное количество. Попробую между ними протиснуться. Сейчас, я даже не знаю, смогу ли я где-нибудь здесь притулиться опять. Вот. Наверное, где-нибудь, наверное, даже нет, потому что людей просто нереальное количество. Вот. Ну, где-нибудь здесь, разве что. Вот. Нет, вот я нашел место, вот я здесь буду стоять, да. Вот. Солнце с той стороны, поэтому, скажем так, я даже зажму решу, скажем так, плохо вижу, потому что реально солнце в глаза. И хоть яркого солнца и нет, но дымка такая очень большая. Вот. Вот это, по сути, собственно, и есть самый основной вид на Остон. Один мост, собственно, остров Лонг-Хайленд, который заканчивается вот там. Там же, как раз, собственно, вся движуха находится. Вот я говорю, что для того, чтобы посмотреть еще в Нью-Йорк, нужно добраться к тем небоскребам, по сути, в самый центр, это конец острова. И я еще пока не знаю, как это сделать. Идти, конечно, туда далеко. Я думаю, что там километров пять. Целый часик, в принципе, можно потратить назад на такси. Вот. С той стороны Нью-Йорка уже тоже застраиваются небоскребами. И статуя свободы, она, кстати, отсюда очень плохо видно, потому что как раз солнце отбекует от воды. Вот. И, в общем, такая штука. Поэтому особо не видно. Ну, в общем, как-то так, ребят. Похожу еще сам посмотрю, может, сделаю пару фоток. И, по возможности, буду спускаться вниз и ехать туда. Повидаемся.